АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, если бы я был Александром Васильевичем Масляковым , я бы сказал сегодня я в КВНУчастный вот залезли я знаком вижу вообще по моему 2 мы увиделись вот мы переписывались уже и я восхищен тем как милая девушка ведет в принципе свой бизнес насколько она с любовью с огоньком мы открыли казахстан что сейчас будет происходить завтра узнаете постепенно первым мы будем начнем выдавать бизнес-пакет далее мы включим систему отправки почтовой системы отправки транспортной компании сейчас все постепенно начинаем делать красивое помещение я вчера был спасибо вам за экскурсию всем привет будущие партнеры и коллеги вип-клиенты меня зовут загайнова евгения я с города тимиртау сегодня побывал на просто ошеломляющим мероприятие открытия армель в городе городе ведь эмоции захлестывают а в казахстане жаль что вас не было мероприятие шикарное раскрываются горизонты раскрывается мышление хочется двигаться двигаться радовать вас и окружающих привет всем зовут аймура город нашим кент а вот сегодня я не жалею ни капельки что пришла сюда я в команде номер один класс все круто было всем спасибо здравствуйте меня зовут банну городе палмате всем желаю счастья здоровый номер один всегда и живите любите творить класс я слева из чинкента я рада что компания армель но меня зовут датьяна клопотова я из города оренбурга и так как мы сегодня добирались сюда я еще никогда не добиралась ни в один город на трех самолетов но это стоило того потому что во первых я познакомилась потрясающе дружной прекрасной командой которая здесь в казахстане это замечательные люди прям я не нарадуюсь глядя то что я с вами знакома ребят ну и второй момент очень важно для меня даже то что мы вот успели застали эти вот выступления наших замечательных лидеров это стоило того даже успеть вот на этот отрезок потому что я заразилась еще больше убежденности что я именно в нужное время в нужном месте так что все к нам спасибо всем привет меня зовут ольга супрунова сегодня мы побывали на таком классном мероприятии получили огромную волну позитива огромные знания что-то новое и хочу сказать что я сегодня поняла что я не просто в команде номер один я в компании номер один и поэтому приглашаю каждого каждую из вас каждого из вас эту компанию и уверена что для вас здесь откроются новые горизонты меня зовут легеним я из города астана сегодня с вами побывали на таком интересное мероприятие которое мы на самом деле ждали всем сердцем сегодня официальное открытие компания армель казахстане в городе нашей страны девчата сегодня я услышала такую информацию что компания на самом деле в стадии зародыша и лет через пять ближайшее время это будет большое дерево с большим количеством плодов и это дерево превратится в дальнейшем в огромный сад девчата приглашаю вас всех в этот красивейший бизнес парфюмерный бизнес потому что команда номер один компания номер один я согласна с вами что прошу всех мне очень вас приятно видеть со всеми познакомиться вживую всем привет мы в ресторане ужинаем с лидерами доброе утро всем догадайтесь куда мы идем здравствуйте мы идем на завтрак самое красивое место астаны вон они наши девочки вот так уже все доброе утро давай приходите смотрите какая красота в прямом эфире? да не не в прямом потом буду все расписывать мотивация яйца с сосисками вот эту вещь я попробовала помидорчики с орегано каша по утрам это сила да здесь у нас орешки всякие рак и так второй день начало мероприятия татьяна уже зарегистрировалась так вот происходит регистрация на мероприятия сегодня попадают не все от 9 процентов и выше видите в очередь встали в очередь красивый зал привет привет вы на обучение молодцы здрасьте здрасьте привет о tuna которые ездить выс hem а зачем вы opened зачем посещать такие мероприятия учеба и быть всегда в курсе компании, да, в курсе событий компании. А еще вы делаете историю, потому что вы были на открытии в городе Астана. Всем привет! Город Астана. Дмитрий у нас опять с кем-то по телефону разговаривает. Здесь тоже конференциал. Сейчас покажу красивых птичек. Такая вот красота встречает нас внизу. Очень красиво. Ну, вот так вот все и происходит. Я сегодня буду проводить обучение на открытии в городе Астана. Вот. И эти знания на самом деле, они очень важны, потому что они накоплены уже годами. И это, собственно говоря, абсолютно рабочая, практичная информация. Сейчас, значит, друзья, мы сейчас с вами разбираем еще одну тему. Просто вот, правда, быстро-быстро, да, потому что уже все, у нас уже все время вышло. И я сейчас передам слово Олесе Селезневой, которая даст очень важную штуку. Вот смотрите, мы с вами поговорили про систему обучения. Мы с вами поговорили про систему рекрутинга, да, то есть, как сказать, в контакте, что такое список, что там снова, что нужно составлять, что нужно с ним работать, что нужно приглашать людей, нужно с ним входит в контакт, нужно им давать информацию. И вот это нужно все делать обязательно и по-другому никак этот бизнес строится, просто не точка. Но когда человек у тебя появляется, то мы его должны запустить в этот бизнес, вкрутить человека в свою команду. Сейчас я хочу передать слово Олесе, человек, который сделал очень быстрый результат, быстрый, но качественный. Бывают результаты быстрые, но которые идут потом в регресс. Это человек, который работает системно, который понимает то, что мы сейчас с вами говорим, она это приняла, она это делает, она это знает, потому что уже использовала в своей работе. Мы сейчас ей даем слово, и она проговорит, что такое запустить человека. Я хочу, чтобы вы услышали меня, это процесс запуска новичка, это процесс, это не в один день произойдет. Но мы должны сами внести в нашу систему работы такую штуку, как первая встреча, спонсор и новый дистрибьютор. И вот вы на этой встрече должны с ним проговорить определенные вещи, которые потом он будет также делать со своими новичками. Все, приду снова Олесе. Тяжело говорить, потому что уже много вообще сказано, но буду стараться коротко. Для чего вообще нужна система, да? Начнем с того, что любая организация существует тогда, когда есть система, когда есть порядок. Когда будет, например, порядок дома. Если каждый знает, что он взял тапки, что дал он их жить поставил. А если один тапочек там, другой там, разбросал, 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 порядка никогда не будет, да? Вот так же и у нас. Когда будет порядок среди людей, у нас будет четко существовать система. Скажите, у кого было такое, что вот люди появляются, появляются, вроде есть результат, а потом вах и не знаешь, что делать? У меня было такое. Я не стесняюсь об этом сказать, да? Может быть, тяжело признаться, бывает себе это, но для этого существуют эти тренинги, чтобы мы могли вовремя себя подкорректировать, да? Потому что Саша правильно сказал, мне нужно не количество, а мне нужно качество. Но так как я приняла для себя решение действовать и начала делать это быстро и количеством, я дальше понимала, что дальше. То есть с новичком одновременно работать легко, потому что у него глаза горят, идут продажи, ему нравится продукт. И одновременно сложно, потому что сложно удержать на этом этапе, да? И тогда нам помогает система. То есть когда человек понимает, что если я буду делать, ну, четыре простых шага, и у меня это будут делать следующие, это и есть система, да? То есть основная наша задача как спонсора – давать информацию, познакомить с товаром, научить рекомендовать продукт, научить приглашать и включить в систему обучения, чтобы это заработало на глубину. Почему? Потому что когда у нас есть пять человек, ну, нам кажется, да что, мне трудно-то, я из-за него встречу проведу, из-за него. Но у меня в первой линии 110 человек. Как вы думаете, как они вообще в глубину? Могу я когда-то? Поэтому мы обучаем первую линию, она дублицирует нас, как на волне. На море были все, вы знаете, как легко лежать на волне, да? Но чтобы было легко лежать, нужно сначала проделать работу. Для начала нужно понимать, кто такой спонсор. Многие люди заблуждаются, приходя в бизнес и говорят, а, ну ты мой спонсор, давай запускай мне. То есть есть, я даю четкое понятие, что спонсор, это не тот человек, который спонсирует ваш бизнес, да, там, сегами помогает. Спонсор это наставник, который при вашем желании, он может вам помочь. Но есть и другие спонсоры, которые говорят, все, я тебя привел в бизнес, я твой спонсор, давай делай. Вот и тот вариант, и тот вариант, они одинаково неправильны, да? Есть понятие спонсор по факту, а есть понятие активный спонсор. Поэтому всегда я, когда человек приходит, я его знакомлю с вышестоящими спонсорами, да? Бывают такие ситуации, что мы не слышим по какой-то причине друг друга, да? Вот, например, тебе скажу, что меня никто не запускал в бизнес, не было такого, что мне что-то дали, какую-то систему, я пошла делать. Ты для себя увидела результат, картинку, я пошла. То есть не знала я что-то о продукции, я дергала там, я говорила, дай мне руковизитницу, дай мне папку. Были какие-то вопросы по работе там в онлайн, да? Я звонила Артему Тимофееву, дергала их постоянно. Дергала же? Еще как. Еще как. Но тот, кто дергает, у того есть результат. Ну, бывает так, что повезло и все. Да? Любой результат – это проделанная работа. Поэтому чаще дергайте своих спонсоров, у вас будет результат. Понимаете, да? И бывает такое, что от вас, вы вроде говорите то же самое, а человек услышал от другого и говорит, о, вот, оказывается, я же тебе это говорила. С пятого раза дошла от другого. Поэтому всегда люди должны знать вышестоящую линию. Должны быть основные моменты, которые человек должен понимать, что он конкретно должен делать, да? Первое, что мы должны познакомить человека с нашим сайтом, да? А плане, я сказала, помочь составить первый заказ, показать, как работает кабинет. Мне иногда говорят люди, что, ну, ты можешь меня оформить? Могу. Но вопрос, когда ты начнешь оформлять, как ты будешь это делать, да? Поэтому неважно, есть у человека опыт, нет у человека опыта, взяли и первую встречу прямо вот от и до показали. Даже сейчас, если у вас есть люди, которые там месяц-два в структуре, сделайте с ними это замок. Возможно, он это не знает, да? И бывает так часто, что не каждый пойдет и будет прорываться, чтобы найти информацию. Скорее человек от этого отвалится. Но зачем его отваливать, когда есть система, да? Когда он четко будет знать, я делаю раз, два, три, четыре, пять, и у меня это работает, да? Заказ оформили, познакомились с бизнес-планом, очень много возникает вопросов, откуда именно, да, берутся деньги. Но об этом Александр очень много тоже говорил. Планирование работы. Вот это очень важно, договориться на первой встрече с человеком, что ты готов делать, сколько времени ты готов этому посвящать, для чего? Для того, чтобы мне понимать, да? То есть я и вы как спонсоры активные, вы должны понимать, в кого мы вкладываем время и свои силы. Мне иногда говорят, что ну давай я оформлюсь, посмотрю, как ты будешь работать, а потом, может быть, тоже, да? А зачем мне работать там за тебя, да? То есть 80% усилий мы вкладываем в активных. И для этого мы договариваемся с человеком. Давай, мы делаем то-то, то-то, то-то. Пройдет неделя, мы с тобой посмотрим, да, по результатам. Но я это делаю не с целью, чтобы проконтролировать это. Я объясняю, что это нужно для тебя. Для твоего результата. У меня это и так получается, да? Но я готова, как твой наставник, это сделать. Поэтому проговорили, чтобы человек мог, чтобы он понимал, каким путем он получит этот результат. А вы своевременно можете его куда-то направить, да, если у него вдруг не получается. Всегда мы можем откорректировать, да, для этого есть планирование. Неделя, вторая, третья, четвертая. У меня всегда запланировано много квалификации, происходит 15-20 числа. А дальше у меня время на рост. Я не мылья, да, что там последний день добивать эти баллы. По планированию, понятно, да, ведение в систему рекрутинга. То есть про список тоже Вика очень удобно рассказала. Я акцентирую на то, как я преподношу важность списка, да. То есть люди – это наши инвестиции в бизнес. Когда мне говорят, ой, у меня нету там, мало у меня знакомых. Я говорю, представь, что каждый человек – это тысяча рублей, вложенных в твой бизнес. Соответственно, нет людей, ищем. 20 контактов в день – это 20 тысяч рублей в день инвестиций. Хорошо? Хорошо. Для новичка самое страшное – это отказы, да. Для этого я всегда первые встречи провожу вместе. И показываю, что мне тоже отказывают. Вот мы летели в самолете, и там, ну, рядом сидели мужчины, стояли, спросили, куда вы едете, а зачем? Ну, я как бы рассказала, и даю свою визитку. Представляете, мне первый раз в жизни вернули визитку. Он так почитал, посмотрел, говорит, возьмите обратно. Думаете, я расстроилась? Я его поблагодарила, что он не выкинул ее, да, потому что это мои вложенные деньги, но я абсолютно не расстроилась. То есть я что делаю? Я иду и дальше ищу. Точно так же и мы берем новичка, да, как можно искать единомышленников. Сейчас прям быстрый пример. Саша, ты духи любишь? Да. Да, со мной пойдем. Например, да, там встала. Духи любите? Да. Духи любите? Скажите кто-нибудь «нет». Нет. Духи любите? Нет. Нет. Ладно. Сколько вы получаете? Вас устраивает сегодня доход? Нет. Хотели бы увеличить? Да, вам с нами. Вас устраивает сегодняшний у нас доход? Нет. Нет, отлично. Духи любите? А вы духи любите? Нет. То есть я отобрала людей, видите, да, сказали кто-то «да», кто-то «нет». Я отобрала тех, кто сказал «да», и дальше начала их запускать. Угу. И очень важно еще после презентации, да, все мы проводим аромы вечера, презентации. Часто привели людей, а потом тоже что делать, да? Здесь важно очень первое время работать на взаимопиаре. Взаимопиар спонсора и человека, который пригласил новичка. Потому что первое время у вас нет результата, но есть результат у вашего спонсора, да, человека, за которым вы идете. Поэтому тоже люблю примеры. Ну, например, скажи, давай ты будешь мой спонсор, а вы будете мой новичок. Идемте. Прошла встреча, прошла презентация. Как вас зовут? Камила. Камила. Закончилась презентация. Камил, идем я тебе познакомлюсь со своим спонсором. Это Александр. Это человек, который заразил меня идеей той компании, в которой я сейчас развиваюсь. Это мой маячок, она профессионал своего дела. Саша, хотела тебе представить Камилу. Камила, это мой маячок, который сегодня был. Она прослушала информацию, в принципе, ей понравилось, наверняка у нее есть очень много вопросов. Привет. Привет. Мы сейчас вот вообще убегаем, но я очень рада буду тебе передать информацию, ответить на все твои вопросы. Я знаю, что они у тебя есть. Давай мы с тобой договоримся о встрече. И все, я с тобой встречу. Все, повторная встреча. Повторная встреча назначена, да? Просто это делать? Да. Нельзя вторую встречу назначить, или помог спонсор. Очень классно, вот, про спонсора сказать, пока с Камилой на меня идет. Чтобы не устраивать эти фирмы, бывает, это неудобно. Ну, особенно новичкам бывает, как раз, и можно потом, ну, это самое. И обычно, когда, или вот вам подсказка, если ваш новичок подвел вам человека, и вы чувствуете, что он про вас говорит, а вот гость стоит, у него там, вступает, все вокруг. Можно мягко сказать просто, да, не слушайте, я там, обычный, там, не знаю, учитель, я обучитель. Там доходит, да, то есть немножко опуститься, потому что иногда важно, ну, чем там уже все сгибает. Ну, в принципе, как-то, да, это вообще вот такая взлева. Отлично, спасибо. И дальше важно научить ваших партнеров, чтобы они делали то же самое, да? Про волну я вам уже сказала. И прям буквально еще вернусь к моменту того, что мы должны с людей требовать то, что делаем сами. Нельзя никогда человеку сказать, продай 20 флаконов, если ты сам никогда этого не делал. Ты можешь не продавать, можешь не рекрутировать, но тогда нужно признаться себе, что ты ушел на сетевую пенсию. Ты пенсионер, ты имеешь на это право, но тогда нужно человеку предложить, допустим, активного, да, спонсора. И по поводу, где-то тоже был пункт, онлайн, да, дубликация, как бы про это много говорят. Я просто прям чуть-чуть остановлюсь на своем примере, что я записываю видео, да. Кто-то говорит, ну, конечно, она так вот легко говорит, я так не умею. Я когда-то не умела ходить, то есть, Саш, не бойся, начинай, я к чему, что тоже новичку важно понять, что это делать просто. Я сейчас просто беру партнеров, ставлю камеру, говорю, давай, говори. Экает, бегает, заикается, но потом обрабатывается ролик, он выкладывается, он смотрит, говорит, круто. Это что, так бывает, да? Это я? Это я? Я говорю, как тебе со стороны, да? Или там, ой, я боюсь ночать, у меня там прыщик на лице, или у меня там улыбка кривая. Вот скажите, кто смотрит мои ролики, был кому-то полезный, это дало результат? Да, конечно. Скажите, вам имеет значение, как я выгляжу? Нет. Какой у меня цвет помады? Разполагает, что он хороший, близкий человек, какой-то он с ним засветит. Не очень волос, да. Простота, да? То есть, кто-то смотрит и думает, а я же такая же мама, в декрете, у меня так же дети там на руки. Я так же с ними на каток хожу, еще куда-то, да? И людям по большей степени, кто хочет действительно результат, вообще по барабану, идет мне помада, не идет, там, прическу у меня или нет. Но находятся те, кто критикуют, они всегда будут критиковать. Это люди-утки, которые крякают, говорят, но ничего при этом не делают. И мне сейчас, ну, ей повезло, у нее много городов, потому что она же в интернете. Ей повезло, у меня муж, из которого мои ролики делают. Да, прям, мне повезло. Какой вы мне? То, что я проделала какую-то работу, я начала это делать, как мне это было сложно. Как мне было сложно, например, того же мужа убедить, мне начать помогать. С чего я тебе должен помогать? Но именно после вот этой вот системы запуска в бизнес активно пришел мой муж. То есть мы понимали, что есть много людей, надо что-то внедрять, как бы было в мыслях. И тут как раз форум активных партнеров в Ижевске. Я говорю, слушай, поехали съездим, вроде как и развеемся. Он говорит, ну, поехали. Я говорю, ну ты меня там поснимаешь так чуть-чуть. Началось, что поснимаем. И мы с ним только успевали. Он так переглядывается, он мне вот так показывает. Ты представляешь, мы уже это говорили? Да. И после этой системы он сказал, так, все, начинаем делать грамотно. Я подключаюсь в бизнес, и уже сейчас мы говорим, так, кто кого там обгоняет? Он уже соревновательный. То есть для нас все равно команда это единая, да? Но у нас как бы есть там два аккаунта, скажем так, да, в семье. Вот, поэтому и сейчас мне это дает какой результат? Учера я на рейсе там опаздывала. Я понимаю, что я наполовину опаздываю. В интернет вышла, а он пишет, друзья, мы запустили Казахстан, уже фотки выложу. Вот, работа, один плюс один равно одиннадцать. Поэтому, как еще говорят, если вы не можете заспонсировать свою вторую половину, как вы собираетесь спонсировать людей? Поэтому сила на силу дает больше результатов. Спасибо. С вами была Алиса Викторовна, свидетель, о моей успешности. Не знаю, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Спасибо большое, у меня прям мурашки последние. Все, все. В общем, я даже больше слова не скажу. Все, молодец, все прекрасно, все супер. Друзья, благодарю вас за вот это вот время, проведенное вместе. Немножко мы задержались. Это люди, которые сегодня с вами работали. И знаете, одно такое уфилище. На каждом событии, я все-таки хочу закончить именно этим, зал всегда делится на две части. Те, которые находятся на сцене, и те, которые сидят в зале. Они обычно сядут за спиной тех, которые находятся на сцене. Вот поставьте себе ключевую задачу. Вот прям ключевая задача, которая переломит ваш ход бизнеса, чтобы быть вот здесь на сцене. Чтобы ваши люди сидели в зале, вы были на сцене, вы передавали свой опыт. Потом ваши люди будут рассказывать историю, когда они сидели на заднем ряду, и знают, что на следующем событии будете стоять на сцене, и будете говорить, передавать этот опыт, свою информацию. Спасибо вам большое, друзья. И вам спасибо. Первый раз один едим. Нет, вру, второй. Но с утра был завтрак. Пришли в очень красивое место. Нас Айгерим привела. Сейчас будем показывать и рассказывать. Так, Айгерим, скажи, как называется ресторан? Так, мы с вами в Казахстане посетим в ресторане Узбористан. Будем есть при этом брюзинскую кухню. Класс. Видите, Казахстан настолько толерантен. Такие девчонки красивые. Смотрите, какая красивая посуда. Такие вот шермочки. Вот, здесь каждый, видите, сидит так по-свойски. Вот кому тарелки маленькие покажутся, есть большие тарелки на стенах. Солянка вкусная. Такие вот национальные лепешечки называются. Лепешки. Лепешки. Они подаются теплыми. Очень-очень вкусные. А вот это бурсаки. Национальный такой хлебушек. Он тоже горячий. Смотрите, какой нам хлоп принесли. Красота. Рисенька к рисеньке. И мясо, да, интересно, сверху уходится. Итак, манты, друзья. Не поверите, с тыквой. С мясом и тыквой. Да, с мясом и с тыквой. С тыквой. Так, и вот еще мантики. Вот жалко, камера не передает ароматов. Ой, поели, пообщались. Столько нового, как говорится, планами делимся, эмоциями. Встреча вообще незабываемая сейчас. Спасибо вам. Очень гостеприимный народ. Прям провожали до самой двери. Обещали сделать скидку. В следующий раз, да. Вернемся, да. Смотрите, как здание красиво светится. Почему-то на камере так не видно. Зашли сюда сувенирами. Вы видели, смотрите, какую красоту. Зайчики. Какой ты злой. Слушайте, а я прям боюсь, он как живой. Я такие вещи вообще очень-очень боюсь. Торговый комплекс. Вот еще сзади, может быть, смотри, я люблю Астанат. Да, я люблю Астанат. Да, местный торговый центр. Как называется торговый центр? Ханшадыр. Ханшадыр. Вот, наподобие нашей армады. Да, Тань? Да. Вот, какой-то здесь концерт. Ну, конечно, в нашу честь. Спасибо, не ожидали. Красота. Гума отдыхает. Да. Вау. Обалдеть. Друзья, Гума отдыхает. Она прямо полностью отдыхает. Кто объезжает? На пятом этаже сляжь. Ух ты, ух ты, с вами какая. Я боюсь спросить, что тогда барашка делает. Сейчас, найдем. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.